Ягоды, фрукты и овощи свежие, прямо с грядки, обласканные солнцем и полные витаминов – это, безусловно, хорошо. Многие из нас стремятся, если не вырастить самостоятельно, то хотя бы купить огородные дары. Как правило, за первой клубникой, огурцами или редиской брещане отправляются на рынки, где оборудованы специальные места для торговли с приусадебных участков. Ведется и фитосанитарный контроль. Сегодня есть возможность на рынках на бесплатной основе, но при наличии справки, что есть подсобное личное хозяйство, справка о флюорографии, бесплатно торговать продукцией до 20 килограмм. Однако далеко не все садоводы-огородники проявляют сознательность. Кто из нас не наблюдал за бойкой торговлей продуктами питания и не только прямо на улицах города. Товар реализуется с земли в прямом смысле этого слова. Качество его не проверено и сомнительно, как и условия хранения. Чем опасно? Потому что зачастую все эти продукты, товары, они не имеют документов, подтверждающих качество. Как правило, торговля ведется с земли или с каких-то приспособлений. Люди, которые занимаются этой торговлей, они не имеют медосмотров. То есть есть угроза, что они являются больными или носителями инфекционных заболеваний. Ну и условия реализации этих продуктов. Сейчас вот летний период, уже жаркая погода установилась. Если торговать молочными или мясными продуктами, то, конечно, никакие условия не соблюдаются. С местами стихийной торговли в Бресте ведут активную борьбу. Дежурят специалисты. Регулярно, до нескольких раз в неделю, выезжает мониторинговая группа. В состав группы входят представители администрации Московского района, органов внутренних дел, работников системы ЖКХ, санстанции и налоговой инспекции. Наша съемочная группа посетила несколько любимых среди незаконных торговцев точек в Московском районе Бреста. Обычная отговорка «я здесь в первый раз». На огороде выросло много клубники, не выбрасывать же. О том, что продать можно легально, не знал. Но специалисты уверяют, большинство лукавят. Как правило, это постоянные нарушители. У нас есть болезненные такие точки, как можно назвать, в которых установлена несанкционированная торговля. Данные места у нас, как правило, находятся на учете. Мы объезжаем в составе этой комиссии, выявляем данных нарушителей, как можно так сказать. Составляются протоколы, ведется разъяснительная работа с людьми. Предупреждение и штрафы, ни один рейд не обходится без подобных мер. Кое-где проблема постепенно сходит на нет, но полностью не решена. А между тем, на рынках и на специально оборудованных площадках всегда есть места для садоводов-огородников. Да и покупатели туда заглядывают гораздо чаще, чем за остановочный пункт или магазин. Это, скорее всего, экономически выгоднее и безопаснее, без порции адреналина.